Добрый вечер, в эфире весь Карачаево-Черкесия, в студии Руслан Жукаев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов накануне на встрече с вице-премьером России Александром Новаком обсудил ход реализации инвестиционных проектов Карачаево-Черкесии. Особое внимание на встрече с заместителем председателя правительства России было приковано к развитию всесезонно-туристско-рекреационного кластера «Архыз». Сегодня высоко оценивается потенциал нашего молодого курорта, который уже успел себя хорошо зарекомендовать. За 8 лет существования «Архыза» туристский поток на курорт увеличился в 7 раз – со 100 тысяч до 800 тысяч туристов в год. Так, согласно утвержденной правительством России стратегии социально-экономического развития Северного Кавказа до 2030 года, в ближайшее время горнолыжный курорт «Архыз» станет одним из основных туристических направлений в СКФО. Также обсудили перспективы социально-экономического развития региона, в том числе ход исполнения поручения президента России и темпы годификации региона. Рашид Тимрезов поблагодарил Александра Валентиновича за вовлеченность в вопрос реализации инвестпроектов на территории нашего региона и вклад в динамическое развитие республики. А сегодня в Москве Рашид Тимрезов встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. На встрече уделили внимание вопросам цифровизации на территории Карачаева-Черкесии. При поддержке правительства России удалось обеспечить широкополосным интернетом все социально значимые объекты – больше 300 учреждений. Широкополосным доступом к сети интернета обеспечены 95% всех населенных пунктов региона, в том числе в труднодоступной горной местности, подчеркнул Рашид Тимрезов. Одной из тем стало исполнение поручения президента России Владимира Путина рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами Архиз и Красная Поляна. Как сообщил вице-премьер России, сегодня разработан и находится на согласовании проект дорожной карты создания транспортного сообщения между курортами. При этом на региональном уровне уже ведется работа по повышению транспортной доступности наших курортов. Глава республики обратился к вице-премьеру с просьбой оказать поддержку в развитии мобильной сети на курортных зонах Карачаева-Черкесии. Известный семикратный рекордсмен по силовому экстрему, первый заместитель председателя спортивного движения «Сильная Россия» Марат Узденов стал обладателем Всероссийской телевизионной общественной премии «Герой нашего времени». Вот уже много лет через этот проект телеканала «Вся Уфа» рассказывает о людях, которые бескорыстно совершают добрые дела и героические поступки. Житель нашей республики был отмечен данной наградой за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. С «Героем нашего времени» побеседовал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. «Эта награда для меня является самой значимой, отмечая в нашей беседе известный рекордсмен по силовому экстрему Марат Узденов. Премию «Герой нашего времени» Марат Узденов получил по номинации «Доброе дело» за его оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса. Награду Марат получил из рук советника главы республики Башкортостан Шавраша Карапетяна, который в 70-х годах спас 20 человек из затонувшего троллейбуса. «Герой нашего времени» С началом военной операции Марат Узденов активно принимал участие в перевозке гуманитарной помощи в Донбасс. Но самое главное, он оказывал помощь беженцам. Так, после обстрела в ВСУ у Мариуполя 27 февраля от полученных ранений маленькая девочка Ева погибла. Из этого они с западными журналистами сделали фейк, якобы, что это сделали российские солдаты. «Меня попросили разоблачить эту информацию и спасти семью этой маленькой девочки. Я помог увести семью и позаботился о том, чтобы Еву похоронили», рассказывает Марат Узденов. «Больше меня зацепило то, что эта девочка родилась с моей дочерью в одно время, то есть в один год, в один месяц и, по-моему, даже в один день, в августе. Они одного возраста были. Я представил, что это, может быть, моя дочь. Для меня не было разницы, это украинская дочь или моя дочь. Если ребенка убили, и ее тело не отдавали даже. Прошло некоторое время, это уже начало апреля было, ее тело не отдавали родным похоронить». После этого случая к Марату Узденову стали обращаться многие семьи, которые хотели выехать из зоны боевых действий. Не боясь за свою жизнь, Марат самоотверженно отправлялся в самые горячие точки СВО и помогал вывозить людей. «Более 150 человек я вот с начала спецоперации вывез и доставил на территорию России, на безопасную территорию. И собак тоже много вывезли. Они все собаками хотят уехать, без собак никто не уезжает. Поэтому и животных вывозил, и людей вывозил». Огромную работу с начала военной операции Марат провел по перевозке гуманитарной помощи и даже сегодня продолжает этим заниматься. «Я решил поехать в Донбасс, чтобы быть полезным своему государству», отвечает наш герой. «Помогал лекарствами, едой и одеждой. И сегодня продолжает оказывать поддержку и нашим военнослужащим». «Вот последний раз я был буквально две недели назад. Это у меня 17-й груз был, гуманитарный. Я завез в Бердянск завез и в Донецк. Детскую одежду в Донецк завез. А питание для наших военнослужащих, теплые шапки, свитера, носки теплые и так далее, воду, очень много воды завез в Бердянск. Последний раз». «Самое главное в жизни – нужно быть всегда полезным для своей страны. И эта премия «Герой нашего времени» меня мотивирует продолжать заниматься этой деятельностью», отметил в завершении встречи рекордсмен. Алихан Лебшоков, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки. Ветер южной четверти – 5-10 метров в секунду. В горах порывы – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 2-7, в горах местами – 3-2, днём – 13-18, в горах местами – 4-9 градусов. Черкесский слабый дождь. Ветер южной четверти – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью – 5-7, днём – 15-17 градусов. Спешите только до 27 ноября в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Сынок, дай мне 2 тысячи, я куплю себе 2 вещи. Мама, на тебе 2 тысячи и купи себе 2 вещи. Папа, мне дай 2 тысячи, тоже хочется 2 вещи. Доча, на тебе 2 тысячи и себе купи 2 вещи. Милый. 5-8-5 золотой – 2 вещи за 2 тысячи. Чавыча, сёмга, красная екрана, рыб на ярмарке Дары Камчатки, 16 по 19 ноября в Доме предпринимателя, Черкесск, улица Горького, 8. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. Сегодня в нашей стране проводится Всероссийский день правовой помощи детям. Учащиеся нескольких школ города Черкеска решили напомнить своим ровесникам и взрослым о том, каким правами обладают несовершеннолетние. И есть ли у них обязанности перед старшими. За мероприятием наблюдал и наш корреспондент Артур Мхце. Права детей должны ли знать? Знаете, это очень спорный вопрос. Ребенку было в четвертом классе, дочь пришла домой. И я что-то поругала ее за что-то. Но было за что. И она мне заявила, мама, у меня есть права и обязанности. Это было просто в лоб. У каждого человека, независимо от прожитых лет, есть прописанные на законодательном уровне права и обязанности. Но насколько хорошо люди осведомлены о них? Из какого возраста они получают первые представления о том, что можно делать и чего нельзя? Что об этом знают учащиеся школы Черкесской и взрослые горожане, решили выяснить члены детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Карачаево-Черкесии. А должны ли они соблюдать какие-то нормы в обществе? Вот я вам скажу, у нас в Карачаево-Черкесии это все соблюдается. В Питере я не вижу такого соблюдения взрослые. То есть вы хотите сказать, что в каждом регионе или в каком-либо городе свои нормы, которые должен соблюдать человек? Респондентами стали и воспитанники 9-й гимназии Черкеска. Им предлагалось продемонстрировать свои знания о правах несовершеннолетних граждан. 20 ноября включается День ребенка. А ты знаешь ли, какие у тебя есть права? А сколько у вас, как вы знаете, какие у вас есть права? Ну, учиться детские. Так, право на образование, правильно. Еще. А как же здоровье? Нас должны кормить. Для чего детям нужно знать свои права? Ну, взрослые же не всегда могут за детей заступиться. Когда-то и детям придется же заступаться за себя самих. Дети будут идти во взрослую жизнь, и они обязаны настаивать свои права, потому что за ними каждый раз не будет взрослый человек отвечать. И он должен как бы соответствовать, он же входит в большую взрослую жизнь, он должен соответствовать социальным нормам, допустим, того или иного общества, предлагать свои гипотезы, идеи их отстаивать. Без сомнения, несовершеннолетним необходимо знать свои права. Но и от обязанностей их никто не освобождал. Вы знаете, в современном мире, конечно, дети должны знать свои права. Но зачастую и взрослые должны объяснять права. И не только это должно быть в школе, но это, конечно же, должно идти в первую очередь из семьи. Потому что каждый ребенок в первую очередь имеет право на семью, на рождение, на семью, на свое. Но зачастую взрослые, объясняя детям о своих правах, не объясняют детям о своих обязанностях. Дни ребенка и правовой помощи детям, которые проходят в России во второй декаде ноября, можно считать дополнительной возможностью напомнить и старшим, и подрастающему поколению о том, что реализация комплекса прав и обязанностей помогает обеспечивать благополучие юных граждан и готовить их ко взрослой жизни. Артур Махцель-Алибастанов, Вести Корча, Черкесия. Во Дворце культуры Черкеска чествовали победители республиканского творческого конкурса на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма. Дипломы и денежные призы победителям конкурса вручил министр Горачаева Черкесии по делам национальности и массовым коммуникациям и печати Альберт Хумуков. В конкурсной комиссии были отмечены работы авторов наиболее глубоко и на качественно высоком уровне, раскрывших тему материала, продемонстрировавших новизну и актуальность, яркость и оригинальность. Целью конкурса является активизация деятельности республиканских СМИ, увеличение объема и качества информационных материалов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, развитие традиций добрососедства и межнационального согласия в Карачаево-Черкесии. Победители были определены в нескольких номинациях. Наша коллега, редактор программ на ногайском языке ГТРК «Карачаева-Черкесия» Рабиат Кокова стала обладателем диплома первой степени. Мы делаем все, чтобы привлекать людей в различных сфер деятельности, которые своим авторитетом, своим словом, будь то религиозные деятели, учителя. Мы можем лицезреть их и на республиканских форумах. Министерство печати делает огромную работу в этом плане. И я думаю, наш вклад, наше весомое слово тоже имеет огромное значение. Засветись и будь заметнее на дороге. В поселке Кавказский сотрудники Прикубанского ГИБДД совместно с активистами школьного движения ЮИД в рамках недели безопасности дорожного движения провели плановые информационно-пропагандистские мероприятия. Ахмат Халкевичев расскажет подробнее. В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также и снижения детского травматизма на дорогах, полицейские и их юные друзья, учащиеся специализированного класса общеобразовательной школы поселка Кавказский, запустили сразу две информационно-пропагандистские акции. Письмо водителю и засветись, будь заметнее на дороге. Кроме писем, в которых важные напутствие к водителям, юные помощники полицейских дают еще и фликеры, тем, у кого в семье есть дети. Пожалуйста, пропускайте пешеходов. А где не пропустили? На будущее. А, всегда. Всего хорошего. Всего хорошего. Полицейские уверены, что такие мероприятия необходимы для водителей. Получив наставление от ребенка, который просит быть внимательным на дорогах, не каждый сможет оставаться равнодушным, говорят они. К водителю, с которым мы общаемся, когда попадает в ситуацию, когда, скажем так, ну грубо, ему делает замечание именно несовершеннолетний ребенок, тогда он, естественно, уже начинает задумываться и уже будет более серьезно относиться к тем или иным нарушениям, которые, возможно, до этого он совершал. Послания к водителям от юных друзей полицейских хоть и отличались по задержанию, во всех них без исключения призывы соблюдать правила дорожного движения, дабы сберечь самое дорогое, что есть – жизнь и здоровье. Акнатолкечев, Али Бастанов, Вести Крачаева, Черкесия, Прикубанский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас на телеканале «Россия» премьерный выпуск нового сезона успешного мирового музыкального шоу «Дуэты». Первыми испытают невероятные эмоции на масштабной сцене, попытаются угадать своего таинственного партнера по дуэту Филипп Киркоров, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Алсу, Александр Панайотов, Влад Топалов, Мия Бойко и Люся Чеботина. Приятного просмотра и хороших выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова